здрасте привет ребят вчера у нас вышла статейка от банджи видимо последние перед ризом нового сезона и в ней рассказали про грядущие изменения пушек в новом сезоне и здесь есть некоторые интересные детали давайте по-быстрому посему пройдемся во первых у нас будет достаточно большой апдейт по прицелам от бедра как вы знаете в игре когда вы из пушки целитесь от бедра у вас есть вот здесь по центру прицел вот эти параметры вот эти вот штуки банджи решили обновить каким именно образом во первых банджи хотят добавить банджи поменяли в целом как работают прицелы с привязкой к полю обзора когда у вас в игре стандартное поле обзора то у вашего прицела от бедра четко виды как меняется конуса точности и конуса а им ассиста но если у вас поле обзора и высокая там допустим 105 да что максимум destiny то обычно прицелы смещаются слабо потому что такое поле обзора вот это банджи исправят пофиксит и теперь в будущем даже на большом параметре поле обзора будет в принципе неплохо показываться изменение конусов а именно на пульс на плазминках на револьверах на сайдармах и на лучевых винтовках в будущее банджи вот это сделать и на другие типы оружия но пока что будет только на четырех типах оружия также у нас появятся метры по заряду на ганах у которых это актуально то есть допустим плазминки и мечи у плазминок будет отображаться заряд когда вы заряжаете выстрел и у мечей будет показываться энергия щита здесь как раз в этом гейплее показывается да вот у нас показывает плазминку видите он заряжает и вот тут снизу под прицелом есть точки которые показывают его заряд у мечей будет показываться заряд щита также наверное такое самое интересное но честно говоря идея так себе банджи решили также провести эксперимент с параметрами прицела когда вы целитесь у шаюры в будущем сезоне появится кастомный прицел когда вы целитесь которая будет показывать как у пушки меняется конус точности и аим ассист и она будет выглядеть примерно вот так то есть вы целитесь и видите у вас вот тут есть кружок и стрелочки напомню что у нас это по сути параметры аим ассисты и точности да и когда вы стреляете то у вас у пушки эти параметры становятся слабее потому что вы стреляете без перерыва вот у шаюры это появится в будущем сезоне и это по сути тест как здесь написали банджи они захотели вот эту фичу дать нам в руки чтобы мы могли потестить перед тем как ее добавить в игру по все места скажу честно это конечно прикольно выглядит и в принципе неплохо будет видеть то как изменяются твои конусы точности и аим ассиста но дело в том что большинству игроков на эти штуки вообще плевать большинство из вас сейчас сидит и думает что за конусы точности и аим ассиста о чем речь да эти штуки только для лютых задротов которые шарят в игровых механиках destiny поэтому вот это вводить по все место я хз плюс учитывая то что это в принципе может мешать целиться потому что видите сколько места занимает вот этот прицел возможно оно будет реально мешать выглядит прикольно но это реально для самых лютых задротов которые шарят в игровых механиках также банджи добавит кастомные прицелы у некоторых пушек от бедра например у экзотных например они добавят чарджметр у пушек которых есть чарджметр который не сходится с плазминкой да это у нас допустим дэвилс руин руины дьявола хладко спасения и грандиозная вертюра по-моему неважно то есть эти пушки тоже нужно заряжать чтобы они какую-то штуку делали да там у сайдарма это выстрел лучом у хладко спасения это более большой кристалл и овертюры это заряженные выстрелы добавить чарджметр потому что он логичен также добавят счетчик перков у которых и это тоже имеет смысл это у нас качество граната заряженных у квиксильвера ртутной буря мемента моря у ace of spades патроны у люмины заряженные и стаки у выбора странника также добавят прогресс перка у мантикоры и активацию перков у пушек вроде хокмун, скипита рагера, тараба, малиса, кариастезия и тройственный гуль и также добавят чарджметр и счетчик перка на мифоборце вексов пока что это тоже первая ревизия в будущем появится больше вся эта система это в целом оздоровление игры то есть фичи которые на самом деле есть во многих шутерах просто в destiny этого особо нет теперь оно будет насколько это будет полезно хз я не думаю что это все там внесет какие-то особые коррективы честно говоря особенно учитывая то что некоторые из этих параметров отображения будет только от бедра поэтому будем смотреть хотя в принципе наверное выглядит прикольно здесь по-моему был пример кстати с ace of space если не ошибаюсь по поводу счетчика выстрелов да кстати его здесь нету вот есть смотрите вот у нас ace of space да видите у него есть 6 момента моря и вот тут под прицелом у него 6 выстрелов то есть от бедра это конечно будет вита но в прицеле типа этого не будет да поэтому будем смотреть будем смотреть но в принципе неплохая идея неплохой quality of life у нас немножко улучшит окошко отображения наших пушек и у нас появится в игре вот такая возможность мы сможем крутить наши пушки ребята не может быть помимо этого также добавятся некоторые саунд эффекты если у пушек они имеются да типа амбиент более того наверное самый крупный апдейт за всю историю дэстони у нас наконец-то в игре у параметра отдачи будет показываться куда смещается прицел шок сейчас дайте коту секунду мне так все порядок простите как вы знаете прямо сейчас у нас в игре такого нету у нас есть только циферка рекойла но при этом нету отображения да у нас отображение есть на сайтах вроде дима или там тот же лайт гг или гансмит то известный 2 фаундри дача стал более актуальной но в игре у нас этого нет теперь наконец-то появится хайп настройка фуллафта настройку фуллафта банджи тоже немножко скорректирует поэтому банджи добавит настройку фуллафта на такие штуки как обычная атака ближнего боя заряженная милишка мечи грифы суперы и тому подобное это у нас уже было теперь некоторые изменения по пушкам в целом луки у лука с рейда последнее желание были плохие статы поэтому их его банджи подкорректирует как и другие пушки у которых плохие статы почему банджи решились отметить именно лук с пж даже не знаю пистолеты пулеметы агрессивные пипеги у нас как вы знаете стали метой особенно пипеги вроде и кела и иммортала поэтому банджи понерфит им урон чтобы у них упал тайм-то килл то есть чтобы эта рама убивала дольше банджи уменьшили базовый урон с 15 до 14 и при этом бафнули мультипликатор урона в крит что в итоге тоже на самом деле является нерфом раньше урон был почти 22 теперь будет 21 и у иммортала банджи срежут 10 рейджи поскольку иммортал в принципе по статам отсюда отбитый это далеко не секрет про это все говорили все все знали у него срежет рейджу в итоге у иммортала рейджи будет меньше на 4 единицы чем у того же и кела по дефолту но иммортала напомню есть мод адепт есть перки типа алакрити филд тест пятые перки поэтому иммортал все еще будет норм но он конечно получил в принципе заслуженный нерф как и все агрессивные пипеги у снайперок банджи как они говорили бафнут урон в пве на 10% но это не будет работать на заряженные выстрелы и занаги при этом другие экзоты снайперки получат этот баф то есть там шопот червя там дарси и тому подобное скаутки оказывается у скаутки с данжа шпиль длинная рука был бонус против мелких мобов которые у экзотиков 40% его банджи уберут ну да ладно экзотические пушки глаза будущего им дали очень интересный баф теперь если вы убиваете 4 врагов с помощью ваших выстрелов да то вы получаете патрон обратно из воздуха то есть вы можете по сути бегать с глазами будущего и просто по кд убивать мобов из этого хэвика очень интересные изменения хз конечно как это будет играться в игре насколько сильно это сломает там мету и тому подобное но интересная штука здесь ничего не написано про какой-то кд срабатывания этого перка наверное он все-таки должен быть иначе это будет у матч даже в тех же градмастерах ну да ладно гравитоновое копье оно в принципе как пишет банджи ощущается экзотиком но все-таки слабенькое на фоне той же ревизии поэтому банджи затюнит гравитон по сути под ревизию да в плане геймплея увеличили рпм с 257 до 300 также уменьшили задержку между берстами на 20% что будет по сути как у ревизии по скоростейности да у двухберстового режима и также банджи перебалансировали урон за каждый берст тут ничего примечательного джейд реббет джейд реббет в принципе неплох но его банджи решили тоже бафнуть во-первых они добавили текст который показывает когда вас активен fate of all fools это у вас бонусный урон в боди и теперь за 3 попадания кит будете получать 3 пульки в магазин вместо 1 неплохо мантикора у мантикоры решили бафнуть во-первых резист который дает катализатор с 3-го тира до 4-го тира что на самом деле в том же пве неплохо будет также увеличили мувспид когда вы висите когда вы летите и теперь при активации перка катализатора у вас будет частично подзаряжаться магазин причем активация активация напомню происходит с помощью убийства в прыжке либо нанесения урона тоже в прыжке у люмины увеличат количество патронов с 5 до 6 чтобы было как у эйса особенно на фоне изменений по вот этим отображениям у прицелов так где я потерялся у меча с данжа дуалити решили тоже немножко бафтовать экзотные перки теперь урон будет увеличиваться быстрее в инвизе вместо 1 секунду будет 0,25 секунды и теперь этот меч будет ослаблять цели при нанесении любого урона когда у вас есть бонус к урону окей нулевая мировая линия ее тоже решили немножко переработать теперь вы можете прожимать тяжелую атаку два раза то есть когда вы когда вы бежите делайте атаку и вы летите вперед теперь это можно будет делать два раза то есть стоимость тяжелой атаки будет снижена до 50% чтобы это можно было делать и также банджи увеличили урон спринт атаки каждый именно хэвик на 8,3% причем сначала вчера вечером здесь было написано что банджи порезали урон на 25% но потом в твиттере банджи как всегда бачноуты исправили ну да ладно свит бизнес милое дело теперь каждые 20 шотов у вас будет взрывной патрон он будет таким интересным про это чутка позже и будет требоваться меньше патронов когда у вас пулемет будет полностью разогнан титаны с акцией вперед легенда об акрии очень хороший баф у акрии увеличат общее количество патронов с 12 до 16 в пве это неплохо потому что у акрии уже хороший урон но вам нужно конечно быть вблизи и на эту тему тоже попозже я скажу больше слов и также банджи увеличили дальность поджектайлов то есть выстрелов максимальную рейнджу с 9 до 12 метров спички томи обновили катализатор теперь когда у вас спички томи горят когда вы горите то урон постоянно будет поджигать цели каждые 5 шотов будет накладываться ожог 14 плюс 7 с фрагментом неплохо но time to explain у него обновили дрона турельку чтобы она работала с барьером чтобы пробивала барьеров чтобы активировала фидинг френзи питающую ярость и также исправили ошибку с питающей яростью с активацией этого перка у клятвания бажока банджи баф на рестаке ожога с 3 до 5 из 5 до 10 с фрагментом хватка спасения экзот который вышел у нас в beyond light который у нас вышел в 20 году охуеть получит наконец-то баф теперь у хватки будет два режима стрельбы заряженный выстрел будет также делать паттерн из кристаллов и соответственно количество кристаллов больше не привязывается к времени заряда обычный выстрел незаряженный будет просто выстрелом гранатомета который будет носить больше урона по кристаллам и замороженным целям также добавили перк который перезаряжает ваш магазин из резервов не из воздуха если вы быстро сломаете три кристалла с помощью обычного выстрела титаны вперед я этот экзот всегда хотел полюбить на титане потому что титан это кристаллы и раскалывание теперь наконец-то его будет смысл брать потому что теперь вы можете просто стрелять или делать кристаллы и ломать их это заебись очень хороший баф наконец-то бет джуджу злые силы у них оказывается все это время была отдача автомата из-за чего с этой пульсовкой было неприятно стрелять это пофиксили и теперь отдача будет как у других пульсовок у греника бойцовый лев который у нас недавно ваншотит ну как все еще ваншотит красных мобов градмастере у него пофиксит этот баг он больше работать не будет владыка грома оказывается у тандерлорда был баг при использовании этого экзота с баблом от божественности оказывается раньше нанесения урона по баблу дивинити считался двумя критами вместо одного это банджа пофиксит то есть тандерлорд у нас будет хуже работать с диваном но в целом в целом ничего не поменяется да по обычным мобам у глефа банджи пофиксили баг который позволял наносить много урона проджектайлами соответственно банджи убрали импакт урон и это все переспределили на взрывной урон и также селф дэмэдж то есть нанесение урона по себе его скалирование банджи затюнили учитывая эти изменения перки хрупкая концентрация неплохой перк но деактивация ну такая достаточно сложная и не прощает бонус теперь будет работать пока у вас не сломается щит сейчас напомню перк работает до тех пор пока вы не получаете урона теперь когда у вас есть щит у вас этот перк работать будет и перк сработает вновь когда у вас будет 100% щита ну то есть ваше хп да по сути перки молодьба диверсант и кулачный бой всегда давали больше энергии на дробовиках плазменках и снайперках но на глифах нет это банджи тоже исправит теперь projectile глифы будут давать те же 20% как у дробовиков плазменок и снайперок перк восстановление реконстракшн банджи здесь просто как говорится типичный destiny moment этот перк банджи немножко переработали в движке потому что судя по тому как здесь написано этот перк занимает этот перк работал как 2 потому что у него были разные таймеры на первую активацию реконстракшн и на повторную теперь таймеры будут одинаковые базовый перк 4 секунды и улучшенные 3,5 секунды shoot to loot сляй подбирай теперь будет подбирать сферы силы и пока что работает только на прямых попаданиях возможность подбирать сферки силы с помощью взрывов пушек появится в будущем патче что будет в будущем банджи как они уже говорили пересматривают работу зума на пушках в целом и здесь они отмечают демэдж фулов то есть расстояние падения урона как пишут банджи пушки у которых параметр зума на каком-то типе оружия уже является стандартным от этого изменения никак не поменяются например у пипек этот зум 14 то есть это его стандарт однако если оружие у какого-то типа имеет параметр зума меньше допустим 13 то его демэдж фулов будет улучшен то есть падение урона будет сказываться более слабо да и расстояние в целом а пушки у которых параметр зума выше будет наоборот там демэдж фулов банджи понерфит вот это применяется только к демэдж фулову то есть чтобы вот это изменение не сыграло негативно в целом по ощущению пушки бонусы к аим ассисту к точности и к отдаче до сих пор будут работать как и сейчас также банджи хотят сделать достаточно ну такой пересмотреть в принципе базовые расстояние демэдж фулов на некоторых типах оружия чтобы все было сбалансировано да и также банджи готовят достаточно большой апдейт по мечам основная цель в том чтобы горда была более полезной то есть использование щита и в более ближайшем будущем банджи обновят сперроу который этот апдейт позволит нам юзать сперроу помимо always on time сперроу который сэпэк который самый быстрый в игре да вот это у нас было в этой статейке и в этот же день у нас был подкаст с разработчиками банджи где они поговорили на тему пушек и брони я скину ребятки в видосе ссылку на тред на реддите потому что я подкаст сам не слушал пока не успел но почитал так скажем TLDR тут много говорится про разработку про философию бла-бла-бла это все интересно но думаю вас это особо не интересует что же нас интересует по другим параметрам да во-первых у нас разумеется будут улучшения изменения по перегрузке UI а это именно отображение бафов и дебафов разработчики прекрасно понимают что сейчас в игре очень много бафов на экране из-за чего не все отображается и будут большие изменения в этой системе через несколько сезонов в сливах мы это все видели поэтому ждем реально ждем вопросы по снайперкам тема о том что снайперки в ПВЕ все еще не очень и банджи отмечают что ну они не хотят снайперки бафнуть люто потому что они тогда будут сейв пушкой это банджи не нравится они будут их бафать потихоньку баф резервов который был на скоростейные снайпы в этом сезоне должен сделать гораздо лучше и в общем будут постепенно бафать снайперки но не сразу что касается шопота и Дарси то шопот в принципе близко к тому что хотят видеть разработчики он должен быть мощнее чем те же линейки и соответственно команда по пушкам задумала больше изменения к шопоту ближайшие несколько сезонов деталей пока что не было но шопот банджи как-то поменяют Дарси вот Дарси гораздо слабее банджи хотят видеть они хотят посмотреть как скажется баф урона снайперок в целом будущем сезоне и в будущем могут снова потрогать но пока что Дарси да все еще не очень и соответственно почему банджи не сделать Дарси спешилом потому что у нас уже есть клауд страйк спешил арковая снайперка и если у нас на том слоте будут две снайпы арковый спешил то это будет не круто следующие обновленные рейдовые ганы в сливах у нас упоминалось что будет пж и учитывая то что банджи почему-то обновили лук с пж ну в общем сложите ребята 2 плюс 2 да здесь написано что апдейт тирании небес не говорит о том что будет ласт виш но как бы да что касается других старых рейдовых пушек в плане апдейта то крафтабельные рейдовые ганы будут иметь по 7 перков в каждой колонке и эти пушки сохранят уникальные роллы допустим рампага и киллклип там на той на том же на той же плазменке спж кстати да и у нас в будущем сезоне появится новый перк бипот на ракетницах уникальный перк он у нас будет на некоторых ганах нескольких сезонах и возможно даже на гане с рейда даже не знаю есть ли у нас ракета в пж ах да у нас есть ну да ладно некоторые экзотики которые банджи затронули да что касается взрывных патронов на свет бизнесе про то что я говорил да он будет работать в принципе как задержка взрыва и фугасный снаряд но в общем будет больше урона чем эти перки да поэтому ну прикольно легенда об акрии этот баф должен сделать акрию гораздо мощнее в целом в будущем сезоне у нас будет мод на шотганы при этом хз какой у нас этого по-моему всегда был анстоп будем смотреть ну да легенда об акрии будет работать с переработами но бэкап планс с руками на титана и Крис ну тот кто был Крис Проктор главный по пушкам сказал что они переработают мечи это у нас было статейки от банджи и это должно неплохо так стряхнуть мету вблизи вот именно поэтому возможно у нас какой-то момент заиграет и мечи и та же легенда об акрии мне самому этот шотик нравится но мало где его можно юзать только та же каятри да хватка спасения the time has come банджи давно хотели переработать хватку но было сложно дизайнер который работал над этим гейником также делал сезонный лук поэтому ему было проще сделать лук потому что сделать реворк этого гранатомета потому что он уже делал лук с кристаллами стариса да здесь будет гранатомет перк реконстракшн появится на божьем качестве гана в гейм пушках типа там рейды данжи и тому подобное и также крис по-моему сказал в подкасте что возьмите ракету с реконстракшеном и биподом в следующем сезоне у нас там будет еще по-моему ракета если не ошибаюсь данжа могу ошибаться но да спасибо за совет экзотические катализаторы целом разговор да стандартные катализаторы которые которые так соответственно банджи про катализаторы что сказали здесь разговор был больше о ртутной буре как вы знаете у нас ртутная буря имеет каталик который неплохо так который неплохо так меняет этот автомат и здесь упоминается что если катализатор в общем вышел вместе с экзотиком или допустим банджи знают что пушка выйдет с экзотиком с каталиком за предзаказ да то они уже они дизайнятся одновременно то есть банджи знали на релизе когда у нас вышел автомат за предзаказ банджи понимали что он будет с трендовым но пока не было лайтфола с тренда у автомата тоже не было не особо интересная инфа да катализаторы на рейдовые пушки новые рейд у новых рейдов нету способа получения катализаторов поэтому у этих экзотиков катализаторов тоже нет странная фигня вот прям очень странно что у новых рейдов нету способа получить катализаторы у нас есть катализаторы на малису и на векс из первой части в кингс фолли и в воге да а в новых рейдах почему-то нету какая-то странная история здесь бандж считает что пушки за найтфоллы в принципе норм улучшенные перки в целом команда по пушкам рада как работают улучшенные перки и в целом ганы в рейде Источник Кошмаров, и пишут, что, возможно, в будущем у рейдовые адепты будут иметь другую систему в плане улучшения, да? И здесь важный момент, что долгосрочный план в том, чтобы каждая некрафтабельная пушка имела возможность улучшить перки в третьей и четвертой колонке. Каждая. Вот прям каждая пушка в игре. Что касается нескольких перков на крафтабельных и улучшенных ганов, то банджи, разумеется, хотят дать возможность сделать несколько перков, где это можно применить. Но, как они пишут здесь, это очень сложно сделать, потому что такой движок игры, да? Немножко по броне. Упоминается, что какой-либо кусок брони банджи разрабатывают 6-9 месяцев, в зависимости от сложности какого-то экзота. Разумеется, арт-дизайн начинается гораздо раньше, во время дизайна. Несколько, парочка месяцев уходит на пейпер-дизайн, где все, где, опять-таки, разные идеи рассматривают, да? Соответственно, банджи называют этих ребят пейпер-дизайнерами. В общем, они начинают как раз-таки фазу с техдизайном. В движке работа происходит 3-4 месяца с плейтестингом и 2-3 месяца на фикс багов. Тут, конечно, вы, ребята, наверняка охуеете, что на одну шмотку уходит 6-9 месяцев, но, поверьте, это вполне нормальная тема. Такое бывает, да. Соответственно, когда художники закончили работу над какой-то броней, то команда по броне начинает, собственно говоря, делать экзотик. Соответственно, все какие-то механики изменяются по ходу всей разработки, но это может занять много времени на разработку. Когда другие команды тоже занимаются какой-то броней, то, соответственно, в общем, все нужно хорошо отслеживать, да, грубо говоря. Мета по экзотической броне. Банджи упоминают, что у них есть... Они проводят несколько плейтест-сессий, где они занимаются билдкрафтингом с броней. В это я охотно верю. Когда речь идет о реворке или нерфе какого-либо экзотика, да, то банджи при нерфе хотят затронуть оригинальный плейстиль изначальный настолько близко, чтобы его можно было в будущем как-то вернуть или повторить, учитывая скалирование с билдкрафтингом и тому подобное. И здесь мы вспоминаем стадисные руки на Хантера. Их банджи как убили из-за ПВП, так они все еще и мертвые. Это смешно, потому что у нас в игре появился Вован Мэйл, плетеный панцирь, который имеет больше резист и получить гораздо проще на стренде, а у рук Хантера все еще очень долгие КД. Поэтому вот это, конечно, звучит странно. Но тут, конечно, важно понимать, что банджи не могут все экзоты обновить сразу, но, с другой стороны, эти руки уже давно убиты. Поэтому да, больше контекста про нерфы сердца внутреннего света и Starfire протокола. Цель была не в том, чтобы уничтожить эти экзоты, а сделать их не выбором по умолчанию. Например, у Starfire была цель в том, чтобы... Starfire, у которого, в принципе, вся фэнтези в том, чтобы была хорошая нейтральная игра, банджи хотели, чтобы Starfire перестал быть настолько мощным во время фаз урона. Так банджи это прокомментировали. Разговор о ребалансе экзотов в каждом сезоне, именно броня, да? Да, соответственно, был вопрос, могут ли банджи... Есть ли у банджи достаточно ресурсов, чтобы делать сезоны ребаланса экзотов? Каждый сезон, да, какие-то ребалансы делать? Пока что анонсов нету, поэтому да. В общем, банджи пытаются балансить экзотов в броню, но в каждом сезоне, видимо, этого не будет. Закомбинировать некоторые экзотики. Здесь отмечается, что, разумеется, это может в каком-то будущем произойти, но это сложно делать. И тут многие игроки могут вспомнить два экзота на Хантера. Это Фоутрейсер, врагоискатель, и Радар Тупиц, которые работают... которые по-хорошему должны работать вместе. Но да, такое банджи могут сделать, но не в ближайшем будущем. Здесь у нас разработчики говорят про философию саков урона. Думаю, это вас особо не интересует. Другие упоминания экзотиков. Вечный воин. Когда банджи меняли Вечный воин у Титана, то они хотели, в общем, его сделать как тот же реворк Ног Титана, да? То есть концерт был общим, и они хотели сделать арковую версию Ног на Титана, который солярный, да? Путь пылающих Ног, по-моему, шагов, шагов, да? Вот. И следствие мини-гейм у такого экзота у каждого, это получить самый большой баф к урону. Да. Хроматик фаер. Банджи хотят в будущем добавить такие механики и на другие подклассы, то есть на Титана и на Хантера в плане экзотов. Соответственно... Ну, да. Как-то вот так. Маска Тихого. Шлем на Титана, которая полное говно. Упоминает, что да, он... Этот шлем будет как-то реворкать. Как именно, непонятно. Будем смотреть. Рог Херпи. У Рога Херпи, который у нас будет делать ожоги, будет 60 стаков. Да. Но это не 100%, потому что Банджи это могли перебалансить. И стаки будут приняться только на первую волну. То есть, когда она летит вперед, стаки применились, полетела назад, стаки не применились. Все. И еще один момент, который здесь не написали, хотя я его видел. Банджи понерфит ли монарх ПВП? Ура. У него снизит урон в целом. И у него снизит время дота с 3 до 1,5 секунд. И Банджи монарху бафнут урон дота в ПВЕ, чтобы это компенсировать. Вот такие, ребятки, у нас новости. Про статейку, думаю, я все сказал. В принципе, неплохие бафы будем смотреть. Похоже на базу. Что касается подкаста, то здесь просто информация. В принципе, мне это всегда интересно читать, потому что хочется понять, как Банджи свою игру делает. Но вот этот момент, конечно, с тем, что Банджи с нерфом и бафом экзотов, чтобы сохранить их изначально в фэнтези, это, конечно, фанни. Потому что те же ренюлы реально все еще убиты. Как-то, ребятки, вот так. До связи. Субтитры сделал DimaTorzok